Привет, друзья! В Ташкенте раннее пасмурное утро. Я там, где очень много железных больших птиц. Вам, наверное, не слышно моего чемоданчика на колесах. Это логично. Его нет. Я налегке, и я лечу в самое прекрасное место на Земле. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, я поздравляю себя. Я уже на месте. Бухарское время, как и ташкентское, 10.30. На самый лучший бухарский завтрак я, разумеется, уже опоздал. Но обещаю, что завтрашний день начну именно с него. А пока дела. Привет, друзья! Я не собираюсь нарушать хронологию. Это мое второе утро в Бухаре. Я обещал, что сегодняшний день начну с самого настоящего бухарского завтрака. Поэтому я уже готов отправиться за каймаком. В Бухаре раннее утро. Видно, наверное, что даже солнце еще не проснулось. Этот город просыпается очень рано. И если вы хотите найти настоящий бухарский каймак, вам придется прогнуться под режим Бухары. Пошли. Не будем терять времени. Субтитры подогнал «Симон» Именно вот так выглядит самый настоящий бухарский завтрак. Горячие лепешки, каймак и сладкий зеленый чай. Зеленый чай такой, что прям вот аж бревнышки плавали в ваши пиалушки. Я нахожусь у заброшенного медресе. Его, наверное, видно. Оно находится прямо рядом с домом моей бабушки. И здесь прошло очень много моих детских дней. И хочу сказать, что это лучшее место для того, чтобы запускать воздушного змея. Вот туда это делалось. Как видно, здесь нет никаких помех, ни деревьев, ни столбов, ни проводов. Очень ветрено. И поэтому процесс запуска змея всегда был очень легким и веселым. То же самое делали и ребята с тех дальних махалей. Они так же, как мы, пускали в эту сторону. А если вы когда-нибудь запускали змея, вы должны знать, что нитка, уходящая далеко в небеса, тянется в форме дуги в любом случае. И иногда нижняя часть этой дуги находится всего лишь в 5-9 метрах от земли. И когда ребята дальних махалей запускали змея, нижняя часть дуги их нитки проходила вот где-то здесь. И если их змей был мощным, красивым и, так сказать, оригинальным, они очень сильно рисковали. Потому что мы угоняли этих змеев. Это очень просто и забавно. Бухарские мальчишки называют это явление лангар. Например, берешь катушку нитки, находишь длинный камень, обматываешь его ниткой, перебрасываешь нитку змея, который тебе нужен, спускаешь его, и он твой. Но эта авантюра тоже опасная, за нее могли наказать. И как только ты здесь обрывал нить, она ослабевала на той стороне. Ребята понимали, что змея угнали. И вот тут начинался фильм «Угнать за 60 секунд». Меньше чем за минуту нужно было спустить змея с небес, оборвать все нитки, потому что возиться с катушками просто-напросто нет времени, и убегать. Мы, разумеется, прятались во дворе, убирали змея, выходили, садились играть в кости, как ни в чем не бывало. И когда прибегали пацаны, спрашивали о своем змеи, мы просто говорили «Не, не, не, не слышал, не слышал». Я готов выдвигаться. Старый город ждет, очень волнует меня это все дело. Боюсь упустить какие-то моменты, о которых хотел сказать. Но не забыл одеть кроссовки. Рассматривайте мою реплику как рекомендацию, потому что если вы запланируете приехать в Бухару, вы в первую очередь должны позаботиться о том, чтобы вы были обуты в хорошую, комфортную, удобную обувь. Потому что ходить придется много, но все это очень интересно. Вот я, дом находится в двух шагах от пожарки. Поэтому пошли смотреть Бухару, которую люблю я. Я еще не покинул переулку, но уже хочется остановиться и рассказать вам о том, насколько все-таки тонкое дело Восток, Петруха. Я стою у старинной двери бухарской. Вот это сейчас. Здесь есть кнопка звонка, но разумеется, она здесь была не всегда. И когда не было электричества, у гостей, стоявших на пороге, было два варианта заявить о своем визите. Либо с помощью вот этого молоточка, либо с помощью вот этих колец. У этих двух штук разные по звуку позывные. И они отличаются прежде всего тем, что это позывной женский, а это мужской. Если жильцы слышали, что стучит изящный молоточек, они понимали, что на пороге женщина. И тогда дверь открывала хозяйка, Янгамло, как говорят в Бухаре. Если же они слышали, что дергают кольца, они понимали, что на пороге мужчина. И тогда гостя встречал сам Ходжаин. Я добрался до пожарки. Хочу начать свой рассказ с этого места, потому что только здесь можно, наверное, встретить эти ретро-тележки из далекого совка, которые и по сей день привозят в это место горячий, роскошный бухарский хлеб. Вообще снимать Бухару нужно камерой, которая может охватить все 360 градусов, потому что куда ни посмотри, как ни повернись, здесь одна сплошная красота. И вот здесь сейчас за моей спиной видно популярный нынче модный отель. Но когда-то здесь был кинотеатр Комсомолец. Об этом кинотеатре сейчас напоминает лишь вон то маленькое отличие в кирпичной кладке. Вы можете заметить маленькое окошко, замурованное со всеми другими кирпичами. А когда-то там была касса, в которой продавали билеты на танцор-диско. Было бы большой ошибкой приехать в Бухару и не проведать этого отважного всадника. Я решил сделать небольшой привал на топчане Лябихауза. Здесь подают удивительно вкусную, горячую, роскошную аладскую самсу. И пока ее несут, немного истории. Представьте, 1920 год. Последние дни августа. Большевики решают брать Бухару штурмом. 11 аэропланов кружат в небе над старым городом и сбрасывают на него бомбы. Шесть бронепоездов стоят в Кагане и обстреливают город тяжелыми артиллерийскими снарядами. Это были страшные времена. Гонением подвергались абсолютно все, кто так или иначе был связан с двором Эмира. И тогда еще молодой мой прадед, которого звали Мухаммад Сафо Махсум, от неминуемой гибели спас личного самсопаза Эмира. Старика, которого в дальнейшем он будет прятать у себя дома на Балахане. Благодарность ли по каким-либо другим ли причинам старик самсопаз делится рецептом уникальной самсы с моим прадедом. Потом уже на протяжении 40 лет мой прадедушка для всех бухарцев будет выпекать эту самсу здесь на Ля-Вихаузе. Она наверняка была невероятно вкусной и большой, за что и получила название Самбосаи Тешабуи. Наверное, она по форме напоминала Тешу, китмень по-русски. Поэтому получила такое название. Субтитры создавал DimaTorzok Разумеется, очень хотелось бы попробовать самсу, такую же, какую готовили для бухарского Эмира. Но аладская самса, которая подается в Ля-Вихаузе в наши дни, невероятно вкусная. Она вкусная настолько, что я ее ем второй день подряд. Сегодня заказал лишь две по одной простой причине. Впереди меня ждет Оши Софи. И поэтому нужно экономить пространство внутри. Особая благодарность Ля-Вихаузу и управляющему этого потрясающего заведения. Наимудрейший Саидака, спасибо вам большое. Как говорят здесь, в Ухаре, рахматикалон. У вас все очень вкусно, интересно и полезно. Манты, тоже блюдо, которое я очень рекомендую здесь попробовать. Да здесь все вкусно. Просто я фанат самсы. Вон там стоит в углу невероятное дерево, тутовник. Если сейчас я вас не обману, то его посадили. А через 503 года родился я. Я сейчас пойду и покажу эту табличку, на которой все написано. А вы просто присядьте, чтобы вам плохо не стало. Музыка. 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 Там на заднем фоне вам виднеется первый купол, как говорят бухарцы, Якум Компол. Вот здесь, где сейчас солнечно и просторно, когда-то стоял летний театр. Рядом с ним продавали безумно вкусное мороженое. И мороженое продавали в стаканчиках, но оно отличалось от мороженого, которое мы привыкли в детстве есть в Ташкенте. Потому что, наверное, климат диктовал, в связи с этим стаканчики приезжали сюда отдельно, а мороженое в больших жестяных консервах вертикального вида. Стаканчик ставился продавцом на весы, пломбир черпался из бочки и накладывался в стаканчик строго по ГОСТу относительно веса продаваемой продукции. Еще здесь продавали множество разных газировки, и аппараты стояли, и такие конусы прозрачные с разноцветными сиропами. Все это было здесь, этого здесь нет, но это навсегда в моей памяти. Здесь еще был гастроном, и вот тоже только в Бухаре я любил есть коржики, которые продавали здесь. Не знаю, есть ли сейчас эти коржи в продаже, это такие большие, очень желтые, ароматные, мягкие коржики, которые были полосатыми на вид, потому что после того, как коржи смазывались желтком яичным, вот так вот нежно вилочкой по ним проходились, создавая тот неповторимый запоминающийся эскиз. Уууууу! Субтитры создавал DimaTorzok Добрался я до минорета. С этим дедушкой всех бухарцев обязательно нужно было мне поздороваться. Сейчас подойду поближе и даже обниму. А вы можете видеть на его теле белые пятна. Это те самые шрамы, которые остались от событий, о которых я говорил о Малябихаузе. Людей, которые бомбили его и стреляли по нему из пушек уже нет, а он стоит и дальше будет стоять, потому что он крутой и мы его любим. Субтитры создавал DimaTorzok Объективчик протрем. Полдень в Бухаре. Мне нужно спешить, потому что нет никакого желания злоупотреблять гостеприимством бухарцев. Меня пригласили на плов. Здесь, как и в Ташкенте, есть Ош Марказа, центр плова. Там готовят вкусный Ош Софи. Мне очень не терпится попасть туда, посмотреть на этот медный котел. Ну и вам, разумеется, все показать, да, отметить место, чтобы вы могли его посетить. Итак, мы приехали в заведение, которое называется Оли Мота. Оно очень популярно среди бухарцев. Людям нравится, как здесь готовят Ош Софи. Мы приехали заранее. У нас связи. И эти связи позволяют нам посмотреть завершающую стадию процесса приготовления плова бухарского. А сейчас казан закрыт, его будут открывать сейчас. И рис, который лежит над морковкой и мясом, прямо сейчас большим черпаком ошпарят раскаленным маслом. И как только это масло пройдет сквозь рис, плов будет готов к подаче. Сейчас вот, сейчас масло. Снова. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Вот такой красивый и очень вкусный Ош Софи готовят в Бухаре. Я обязательно кину маршрут до этого места в Telegram вместе с выпуском, посвященным Бухаре. Обязательно, потому что Ош Софи нужно кушать в Бухаре, друзья мои, а не где это в другом месте. В Ташкенте тоже пытались наладить производство, конечно, не скажешь. Пытались в Ташкенте варить Ош Софи, но эти попытки были очень жалкими по одной простой причине. Казанчики слишком мелковаты для плова. Моя мама, к примеру, в таких маленьких казанках кипятит молоко. Ош Софи для того, чтобы он был вкусным, его должно быть много. Потому что масса тоже играет определенную роль в финальном вкусе. Поэтому это даже не теорема. Это скорее аксиома. Вещь, которая не требует доказательств. Ош Софи исключительно в Бухаре. Так, продолжаем гулять по Бухаре. Кто хотел восточного базара? Садись поближе. Садись поближе. Садись поближе. На Бухарском базаре я всегда покупаю халву и соленые косточки. Если говорить о халве, очень советую вам купить халву, которую я показал крупным планом. В баночке она была. Называется Обиновод. Это очень старинная халва. Ее рецепту очень много лет. И совсем недавно этот рецепт был восстановлен одной семьей. Если вы хотите попробовать, найдите ее. Но я рекомендую брать именно ту халву, на баночке которой написано Усто Мурод Джон. Это очень важно. Потому что именно у нее тот насыщенный аромат и та нужная консистенция. Все остальное, что называется Обиновод, но не от Усто Мурод Джона, напоминает обычную нишу Алду. Субтитры создавал DimaTorzok Я снова в старом городе. Есть какая-то невидимая историческая воронка, которая крутится-крутится. И где бы ты ни находился, тянет тебя к центру. Видимо, я попал под ее влияние. Позади меня самая настоящая бухарская невеста и жених. У них фотосессия. На ловца и зверь, как говорится. Потому что я хотел и так рассказать вам о бухарских свадьбах. Это невероятный фонтан энергии, друзья. А как-то в конце 80-х я был на соседской свадьбе. В гостях. И там просто-напросто во всей Махале выключили свет. Казалось бы, праздник испорчен. Однако нашлись ловкачи-интеллектуалы. Они подогнали к месту торжества две Волги. Врубили дальний свет. И две дойры, одна табла и кларнет начали вытворять такое, что лично я радовался тому, что вырубили свет в тот день. Это было невероятно. Это был такой бешеный ритм, что позавидовать можно. Я сейчас пойду погуляю, покажу вам в очередной раз местные красоты. А фоном врублю нечто похожее. Самая настоящая бухарская зажигательная музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Это не последнее мое включение из Бухары. Просто я решил подвести небольшие промежуточные итоги. А именно, если говорить о гастрономической стороне моего выпуска. Бухарская еда, как и медаль, имеет две стороны. Но это не должно вам говорить о том, что есть какая-то парадная или не парадная еда. Просто есть еда, которую бухарцы готовят дома. И которую невозможно найти ни в ресторанах, ни в кафе, ни в каких-то туристических зонах. Я прежде всего говорю о блюдах, которые бухарцы любят есть на завтрак. Это щирчой, это каймокчой, это мой любимый каиш, который я искал-искал, но так и не нашел. Но у меня здесь три замечательные тети, поэтому этот левел тоже, как говорится, будет комплит. А еще вспомнилось мне, как наша любимая бабушка жарила нам яичницу. Еще до того, как к нам пришла мода на яйцо пашот, бухарские бабушки жарили своим внукам яичницу в масле. Как правило, это был маленький, но глубокий казанок с хлопковым маслом, в который разбивались яйца. Яйца находились в раскаленном масле, но не больше пяти секунд. Вот это все дело небрежно вываливалось на тарелку, без попыток сделать это без масла, потому что яичница получалась очень нежной, а вот это маслечко хлопковое, которое размазалось по тарелке, очень гармонично смотрелось на вкус с горячей бухарской лепешкой. Вот, аж хочется пойти купить именно такое масло и вернуться на этой гастрономической машине времени в прошлое. Попробовать надо, это очень вкусно. Этот день получился шикарным, я получал массу удовольствия. Я не знаю, какое количество просмотров будет у этого выпуска. Мне не важно. Мне очень важно, чтобы его посмотрели двое. Мой папа и мой сын. Как сын бухарца, я хочу, чтобы мой папа знал, что я люблю этот город так же, как он, и как отец своего сына. Я очень хочу, чтобы мой ребенок полюбил Бухару так же, как я, и чтобы его тоже сюда тянуло. У меня есть еще один день в Бухаре, но я проведу его без камеры, потому что, ну, это слишком личное. Все, пока. Приезжайте и влюбляйтесь. Редактор субтитров А.Семкин